Современные автозаводы находятся в постоянной борьбе за лидерство. Реалии таковы, что нужно регулярно проектировать и выпускать новые модели автомобилей, иначе потребитель может перестать покупать предыдущие машины, и тогда это влечет за собой большие убытки. Автосалоны всячески пытаются завлечь к себе клиентов, но конкуренция очень высока и придумываются все новые способы. В СССР и чуть позже в принципе не было такого обилия возможности отрекламировать свою продукцию, и покупатель узнавал о выходе новых автомобилей непосредственно на авторынке. Поэтому многие мелкосерийные машины остались многим неизвестны. Сегодня мы вспомним одну модель от Горьковского автозавода под названием ГАЗ-2308. Это автомобиль повышенной проходимости, который был разработан в 1995 году. В основе конструкции находилась рама, на которую уже навешивался кузов. Автомобиль предполагал два варианта кузова, это четырехместный фургон и двухместный пикап. Длина автомобиля немного превышала 5 метров, а колесная формула была 4 на 4. На внедорожнике устанавливалось несколько видов двигателей, их объемы были от 2,3 до 5,5 литров, предполагался мотор, как с четырьмя, там и восемью цилиндрами. Помимо механической трансмиссии, на машины устанавливали и раздаточную коробку, в целом благодаря ей автомобиль получил хорошую проходимость. Оба автомобиля были выпущены небольшой серией и попали в свое время в частные руки. Официальная же их сборка была налажена с 1995 по 2001 год. У инженеров получился отличный автомобиль, который мог бы занять нишу отечественных внедорожников в нашей стране, но этого не получилось. Друзья, пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте ставить лайк под видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok